Всем привет! Сегодня смотрим с вами на Cold Steel AD15 Lite И этот нож у меня уже бывал на обзоре несколько лет назад Но у меня была более дорогая, примерно вдвое более дорогая версия со сталью S35VN А в данном случае у нас нож со сталью AUS-10A И в остальном-то он полностью аналогичный, ну кроме там еще расцветки немножко по рукояти Но это не принципиально, при этом при всем в два раза доступнее И честно говоря, я бы даже сказал, что на такой модели более уместно AUS-10A, нежели порошок И о том, что AUS-10A это у нас аналог американской стали 440C Которая довольно долгое время считалась одной из лучших сталей для ножей Не порошковых сталей, пока на смену как раз вот эти вот новые дорогие высокотехнологичные сплавы ей не пришли Ну и до сих пор в принципе и 440C и AUS-10A это довольно популярные, достойные ножевые материалы Заявленная твердость здесь 58-60 единиц по шкале Rockwell Так вот, версия S35VN, понятное дело, что она должна быть более выносливая в плане длительности удержания ревущей кромки Но с другой стороны, в два раза переплата, при этом при всем твердость-то будет та же А вот хрупкость у порошка будет несколько более высокая То есть в случае каких-то ковырятельных нагрузок, еще чего-то А ведь этот нож весьма мускулистый Реально это мускулистый Если мы посмотрим с вами тут на фоне, у меня какие-то ножи еще лежат В основном это Nox и Bestech Но все-таки этот нож прям крепыш Прям такой вот накачанный, мощный нож И посмотрите, по габаритам по своим Общая длина, рукояти, клинка Вот сопоставим с полноценным, полноразмерным, например, ножом Spider-Con Enduro При этом при всем, насколько он брутальнее и мощнее На самом деле по весу тоже примерно вдвое больше То есть это 177 грамм И никто не облегчал здесь стальные лайнеры Но дело в том, что довольно узенькая эта часть рукояти Облегчать их, наверное, смысла не было А бэкспейсер вот этот вот самый такой вот сделан Получается из алюминиевого сплава 661,6 алюминиум Здесь у нас гривари Это, в общем-то, стекловолокно и мелкие частички кевлара Вместе с, ну, так называемый Это современный такой полимер, который называется гривари Да, который является торговой маркой швейцарской фирмы ЕМС, хемии, АГ, в общем-то И смысл в том, что там используются полимеры Их сополь... Полиамиды, прошу прощения Их сополимеры Вот, заговорился Вот, стекловолокно и мелкие частички кевлара Короче говоря, прочный материал По типу пластика, на самом деле, по ощущениям То есть очень напоминает пластик Вот, но, само собой, очень выносливый, очень крепкий Замок Замок здесь используется Скорпион Лок Так называемый Позволяет ножу быстро и легко закрыться И... Раскрыться и закрыться Вот, соответственно, даже можно отжать Отжать пленочек или инерционно Сейчас немножко, не знаю, перед камерой размахивать Чтобы места мне хватило Но инерционно тоже он вполне лихо и уверенно раскрывается Вот, ну и закрывается тоже достаточно легко, быстро и уверенно Да, небольшая привычка требуется Но, в принципе, замочек так очень даже достойный При этом, при всем, тот изобретатель этого ножа Да, дизайнер, правильно сказать, данной модели ножа Это Эндрю Димко Знаменитый, известнейший Эндрю Димко К нему еще сейчас вернемся Вот, он, в общем-то, говорит в одном из своих видео О том, что этот замок не уступает Триадлоку А Триадлок это, на секундочку, наверное, сейчас самый мощный Замок среди складных ножей вообще, в принципе, в мире выпускаемых Вот, и, соответственно, еще ко всему прочему Помимо того, что вот этот самый штифт запирает, получается, клинок И, получается, обеспечивает очень высокую надежность конструкции Помимо этого всего, вы еще и рукой сжимаете данный нож, получается, дополнительно прижимаете При каком-то воздействии, при усилии И, соответственно, замок получается еще более надежный То есть, еще меньше шансов, что он куда-то там сможет поехать Но, честно говоря, даже не могу себе представить, какие должны быть усилия, чтобы он сложился То есть, ну, все-таки паз очень серьезный И для того, чтобы этот штифт, вот он подпружиненный, как бы выскочил из паза Ну, даже не представляю, честно говоря, какие бешеные усилия нужно создать Так вот, дизайнер этого ножа, Эндрю Димко, он вообще, ну, я надеюсь, что вы его знаете Получил, поэтому кратко говорю, определенную известность благодаря, прежде всего, своей модели Лоумен То есть, в переводе обозначаю шериф, Американ Лоумен Да, мне очень нравится эта модель внешне И вот раньше очень нравилась, до сих пор очень нравится Также ему принадлежат разработки таких харизматичных ножей, как АК-47, Эспада, Раджа, Спартан, Колсилфо Макс Самый мощный вообще из всех, наверное, мне известных ножей Потому что, когда Фо Макс сравнивал тот же самый Эндрю Димко на надежность замка Тестировал его, например, с мощнейшим экстреморатио РАУ-2 То Фо Макс выдержал испытания более суровые И, в общем-то, более круто себя проявил Вот, а также нужно понимать, что Блэк Талон, известнейшая тоже модель ножа Это вот по типу, как Спадрика Цивиля, да, только от Колс Стилфо Тоже все это дело рук, которые приложил Эндрю Димко Эндрю Димко, по-моему, изначально какой-то корни у него украинский Но он, насколько я помню, то ли родился в США То ли совсем-совсем ребенком переехал в США То есть, все-таки, ну, по сути, как бы американец, конечно Вот, ну и нужно понимать, что, значит, саму американскую компанию Колс Стилл Основал в 1980 году Линд Томсон Линд Томсон, это мастер боевых искусств и исследователь, который изучал ножи, холодное оружие Самых разных там культур, в числе этих культур, вот, как, по крайней мере, сказано у официалов Это кельты, филиппинцы, ранние американские колонисты, японские самураи, китайские там средневековые войны и так далее И, соответственно, Линд Томсон очень много экспериментировал со своими ножами Я считаю, что Колс Стилл вообще пошли очень крутой дорожкой в плане того, что единственный известный мне бренд Который показывает, постит видео с жесткими, суровыми, такими настоящими тестированиями их ножей Вот, и замков, и, в принципе, ножей, режущих кромок и всего там Они там по-всякому тестируют И реально они, как бы, с одной стороны, делают из этого очень классное шоу С другой стороны, ну, реально доказывают, другие как-то, не знаю, не могут, стесняются Или не могут пройти такие же тестирования, да, то есть покажут себя не с такой хорошей стороны Но, получается, Колс Стилл тот бренд, который показывает всю харизматичность и мощь их ножей Вот, ко всему прочему, на самом деле, вот, по версии стали чуть вернемся Здесь у нас 3.9 по обуху, кстати говоря, если что 0.6 по сведению по большей части и 0.7 к кончику Ну, 0.6, в принципе, у Милитари такое же сведение Вот, ну, габариты я вам основные показал Если сравнить с какими-то ножами, которые у меня есть там в кадре Допустим, ну, мы видим, что на самом деле Колс Стилл очень-очень мощно сложен И даже если мы возьмем какой-нибудь большой прям нож Вот, от Нокса, допустим, да, длинный такой То все равно видно, что и обух у Колс Стилла будет побрутальнее И замок намного помощнее Само собой, ну, тут вообще вопросов нет Это супер мощный замок Вот, ну, и как бы если мы посмотрим, да То есть, прям, ну, видно, что он более накачанный Более мускулистый Более харизматичный в плане вот своей такой вот мощности Ну, вот я беру обычный, казалось бы, нож Просто вот обычный, классический, стандартного размера нож И, ну, как бы понимаем, да, что Колс Стилл здесь, конечно же, прям-прям-прям такой Ну, не хочу сказать, что монстр, нет Скорее, просто самый мощный, самый крепкий Вот, самый выносливый, я более чем уверен Вот, и нужно понимать, что, помимо всего прочего Я бы сказал, что АУС-10, вот, в данном случае Более даже адекватно И вообще мне всегда практически, и вот в случае со Спартаном Мне нравится версия, ну, по соотношению цена-качество С более простыми сталями Потому что для такого ножа Это плюс, что можно будет еще что-то поковырять И меньше риска сломать как-то клинок Вот, но, ко всему прочему, я думаю, что лучше чуть чаще его подточить Да и вот в обычной жизни, когда вы будете открывать ему упаковочки какие-либо Когда вы будете там чистить яблочко, резать колбаску, хлебушек Ну, где-то там, вне дома, да И, соответственно, ну, честно Вам хватит за глаза и АУС-10, которая здесь применяется С этой твердостью 58-60 Ну, реально хватит за глаза И, на мой взгляд, вот, ну, опять У кого, конечно же, есть прям такая возможность Можете переплатить за S35VN Но S35VN это, ну, да, вполне такой приемлемый порошочек Но, честно, вот в два раза переплаты И то же самое, что я говорю, со Spartan было И со многими другими моделями от Cold Steel Я считаю, что вот их относительно бюджетные модели Которые там в среднем, получается, в два раза дороже этот нож стоит Чем то, что вы видите сейчас в кадре Вот, ну, то есть разница будет, например, с Nox, с этими Bestech'ами Примерно раза в два, может быть, даже в два с половиной CGRB будет меньше, чем в два раза разница Потому что он дорогой То есть Cold Steel будет там в 1,5, в 1,7 Там, грубо говоря, раза дороже Но суть в чем Сможете по ссылочке в описании к видеоролику перейти Посмотреть, что там по цене Вот, на момент съемки На момент съемки На момент съемки видеообзора Цена может быть одна Сейчас там курс один Когда вы будете смотреть, получается, все-таки нож импортный Может быть, курс будет совсем другой Стоимость ножа будет другая Вот, посмотрите За те более чем 10 лет, которые я снимаю в видеоролике про ножи Вы помните, какой курс был там в 2012 году, да? Как бы, я надеюсь, что вы помните Вот, или, по крайней мере, хотя бы примерно Вот, когда я уже снимал видеоролики про ножи И, само собой, ну, он столько раз менялся А в 22-м году он менялся там в два раза, да? Как бы, вот Поэтому, само собой, на стоимость ножей это тоже влияло В общем-то, актуальные цены, безусловно, будут именно в ссылочках в описании к видеоролику Переходите Если вдруг там этого ножа там нет То, значит, его разобрали Ну, либо посмотрите где-то еще Вот, либо подождите Он скоро появится, значит, у официалов снова Потому что официалы с колстилом работают Линд Томпсон, конечно же, в какой-то степени подвел Потому что Линд Томпсон, когда год или два назад Он продал свою компанию Вот, и непонятно сейчас Он остался по-прежнему у руля Вот, каким-то, ну, наемным, я так понимаю, уже работником Да, наемным директором Вот, но к чему это приведет дальше? Куда поведут компанию новые инвесторы, владельцы? В общем-то, совершенно мне, по крайней мере, непонятно Остается только гадать Может быть, компания будет по-прежнему процветать Так как сейчас колстил – это один из лидеров ножевого рынка Им принадлежат сейчас очень многие патенты Очень многие знаменитейшие модели Вот, при этом, при всем колстил никогда не заламывал какой-то там сверхценник И, честно говоря, вот, ну, я для себя порой готов переплатить за такой вот бренд За этот, за замок, за сам бренд За, скажем так, знаменитейшего дизайнера Которому принадлежат суперкрутые модели ножей По сравнению с китайцами я готов переплатить, там, вот, например, двойную цену Ну, я лично готов То есть, вот, переплатить в 4 раза по сравнению с китайцами, например, за версию с S35VN Я лично нет Но если у вас есть возможность, пожалуйста Вот, нож тоже будет вас радовать Но, как бы, вот тут какой-то оптимальный баланс за брендовый За туртушный американский нож Я бы сказал, что оно того стоит 661D6 алюминиум Ну, опять-таки, по мне, так очень адекватно здесь Гривари Ну, Гривари, Гривари, по большому счету, что G10, что Гривари Что там всякие другие ЖРН, ФРН, все ощущается, ну, примерно одинаково Ну, понятно, заявлено, что тут с кевларом, со стекловолокном То есть, это все прочно и надежно Вот, как-то так Шайбы, я вам не сказал, из фторопласта Ну, опять-таки, кто-то захочет подшипнички Но ходит клиночек вполне хорошо То есть, я бы не сказал, что могу на него как-то пожаловаться В плане хода клинка То есть, можно вполне без доработки рукой Его, соответственно, быстренько раскрыть И, соответственно, если приловчиться То тоже очень быстренько можно закрыть Зачем? Здесь, по большому счету, подшипники Учитывая, что, опять-таки, подшипники Могут забиться всякими песчинками и так далее То есть, здесь даже будет он повыносливее За счет вот этих самых шайб Позиционируется нож как Everyday Carry Как нож на каждый день Но это для таких Для уверенных в себе, честно говоря Нож на каждый день для тех, кто вот сам по себе Крепок духом, прежде всего Вот, потому что, конечно же, это Это прям вот, ну, брутальность чувствуется Берешь его в руки и чувствуешь Честно говоря, может быть, конечно же, это какие-то стереотипы Но я вот чувствую, что это нож Более дорогой по сравнению с китайцами Ну и то, что он более мощный Это прям вообще даже тут Я надеюсь, что вам даже по видео видно Руками это прям сильно ощущается И 177 грамм, ну, пойдет Для такого ножа, честно говоря, пойдет То есть, кстати, клипса вам не сказал Клипса, клипса, клипса Переставляется для левши Есть отверстие для земляка И клипса, смотрите, как она слизана со спайдеровской Вот прям вот, вот очень похоже, посмотрите То есть, единственное, что они, чтобы прям не повторяться Чтобы прям не повторяться Они сделали, конечно же, чуть вот здесь по другому форму крепления Видите, да, сделали чуть по другому Здесь немножко сделали больше Здесь у спайдерка меньше Здесь чуть-чуть меньше Но очень похоже Вот ширина, длина общая Общие мотивы Высота подъема Ну, супер похожая клипса, на самом деле И, кстати, это классно Потому что у колстила Обычно клипсы бывали сверх жесткие А тут даже жесткость примерно такая же Как вот у спайдерка Да прям вот вообще, один в один Ну, очень похоже Я, по крайней мере, сейчас не могу отличить Какие-то там, может быть, микро-микро Если разница есть Прям очень похоже И это классно Потому что у спайдерка Я считаю, что клипсы эталонные И в данном случае здесь она тоже Точно такая же Вот Ссылочки на официального дилера В описании к видеоролику Там актуальная стоимость Какие-то характеристики Если которых не назвал Но вам вдруг интересно, нужно Там тоже приведены Большое спасибо всем, кто поддерживает Своими лайками Всем огромной удачи Всем счастливо И пока Субтитры сделал DimaTorzok